Нет такого вида спорта, где не применялись бы упражнения из неисчерпаемого арсенала гимнастики. Самые эффективные из них мы разберем сегодня. Технические действия, изучаемые в этом уроке. Первое. Висы на снарядах. Второе. Упоры на снарядах. Третье. Подъемы из виса в упор. Часто одно и то же положение тела может быть то висом, то упором. Все зависит от того, где находятся плечи по отношению к точке хвата, опоры. Вис – это такое положение тела на снаряде, при котором плечи находятся ниже точки хвата. Упор – это такое положение тела, занимающегося на гимнастическом снаряде или полу, при котором плечи находятся выше точки опоры. Упражнения в висах являются эффективным средством развития силы и силовой выносливости мышц рук и плечевого пояса. Эти упражнения – незаменимые помощники во владение такими важными навыками, как лазание и преодоление различных препятствий. Упражнения в висах и упорах можно выполнять на гимнастической стенке, скамейке, бревне, брусьях, кольцах, но чаще всего их выполняют на перекладине. Висы и упоры подразделяются на смешанные, выполняются с дополнительной опорой о снаряд или пол, какой-либо частью тела, кроме рук. И простые – выполняются без дополнительной опоры. Смешанные висы и упоры применяются для преодоления препятствий, горизонтальных, передвигаясь по бревну, вертикальных, передвигаясь по канату. Лазание в два приема – основной способ преодоления вертикальных препятствий – каната. Для этого из висы стоя надо захватить канат правой рукой кверху, левой на уровне подбородка. Сгибая ноги вперед, захватить ими канат. Затем, выпрямляя ноги, изгибая правую руку, встать на канате, перехватив одновременно левую руку вверх. Далее движения повторяются. Простой вис может выполняться различным хватом за снаряд – сверху, снизу, разными. Самый распространенный из них – хват сверху. При выполнении простого виса, руки, туловище и ноги составляют прямую линию, хват руками на ширине плеч. Простой вис может выполняться как на прямых, так и на согнутых руках. Самостоятельно. Упражнения в простом висе. Размахивание в висе в течение 20-30 секунд. Повороты таза в висе с прямыми и согнутыми ногами с максимальной амплитудой 2-3 раза. Поднимание ног в висе, согнутых и по мере укрепления мышц живота прямых. Сгибание рук в висе, подтягивания. Выполняя подтягивания, необходимо помнить о следующих правилах. В каждом подходе подтягиваться максимальное количество раз. 2-3 подхода делаются в одном варианте, столько же в другом. Простые упоры требуют достаточно высокого развития силы. В положении простого упора занимающийся удерживается на снаряде, опираясь на него руками. Тело прямое, голова прямо. Мальчики могут выполнять в упоре на параллельных брусьях размахивание. Изученные элементы можно соединить в комбинации. Выполнять их можно не только на перекладине и брусьях, но и на бревне, а некоторые на полу и гимнастической скаминке. Упражнения в висах и упорах включают также переходы из виса в упор, которые называются подъемами. Одним из простейших подъемов является подъем-переворотом. Подъем-переворотом махом одной, толчком другой выполняется из положения вис стоя. Поставив ногу под перекладину, подтянувшись грудью к ней и удерживая руки в согнутом положении, отталкивание опорной ногой одновременно, выполняя мах другой ногой, вперед-вверх. После этого быстро соединить ноги и поднять их до касания перекладины животом. Поднимая ноги, одновременно опустить голову и плечи вниз-назад. Достигнув вертикального положения, ноги вверх, голова внизу. Энергично согнуться в тазобедренных суставах, опуская ноги до горизонтали. Затем выпрямить руки, поднять спину и прийти в упор. Самостоятельно. Вис на согнутых руках, быстрое выпрямление рук пять раз. Поднимание ног в висе три-четыре раза. Из виса стоя прыжком упор на перекладине. Из упора на перекладине переворот в вис. Контрольное упражнение из виса стоя на согнутых руках толчком одной, махом другой подъем-переворотом. Висы и упоры можно соединять в связке и комбинации. На параллельных брусьях для мальчиков и на разновысоких для девочек.